Здравствуйте, образы! Ни в одной стране мира так гордо не ходят по лужам. Все времена, славься, Отечество наше свободное, Братских народов, союз летовой, Репа, бита твоя, Бобрость народная, Славься, страна, мы гордимся тобой! Житель Нижнего Новгорода раскодировался, Узнав, как много стран ему завидуют. В Мурманске закрасили желтую полосу на гербе города. Жители Мурманска теперь могут спать спокойно. Главная проблема города наконец решена. Тамбовская область, Маршанский район, село Рыбное, Действующее отделение Почты России. Почта России. Вот, смотрите. Маршанский район, действующее отделение Почты. Село Рыбное, действующее. Так она выглядит. Ух, здесь все печально очень. Ну, какой президент, такое отделение Почты. Ни на минуту не отставая от плана, губернатор Курской области Роман Старовойт объявил, что парада на 9 мая в этом году не будет. Девушек и женщин Рыбургской области просят принести и сдать свои старые ношенные колготки, из которых потом сделают маскировочные костюмы. У кого рваные и штопанные колготки. Просьба не стесняться приносить. Для второй армии мира и так сойдет. В октябре 2022 года супруг Архангела Городки Марии Молоковой уехал на специальную военную операцию. Забота о ребенке и домашние дела полностью легли на плечи молодой женщины. Полгода терпела молодая женщина, а потом не вытерпела и заказала услугу. Симпатичный паренек на час. Однако не все получается сделать самой. Например, прибить ту же полку. С этим помогли участники добровольческой акции «Мы вместе». А че так глаза опустило? А, Марина? Не только полку помогли прибить. Я очень рада, что существуют такие неравнодушные люди, которые могут помочь, когда нет мужчины дома и нужно осуществить какой-нибудь бытовой ремонт или еще что-то. Или еще что-то. Игриво добавляет Мария в конце. Для ребят это дело привычное. Появилась заявка, собрали команду, инструменты, комплектующие и поехали оперативно по адресу. О, да тут сразу трое. Пареньков приехали просверлить отверстия к Марине. Я смотрю, нормально так Мариночка проголодалась. Но волонтеры занимаются не только ремонтом. Достаточно, допустим, задачи как раз таки связаны с расколкой дров, с заготовкой дров, да, помощи по хозяйству. А че у тебя уши такие красные, а? Помощник по хозяйству. Акция взаимопомощи мы вместе появилась еще во время пандемии, когда волонтеры помогали нуждающимся, больным, развозили помощь, продукты, лекарства. Теперь оказывают помощь теми военнослужащих участников спецоперации. Дрель не умеет в руках ровно держать. Помощник. Но Мариночка на такую мелочь даже не обратила внимания. Сегодня семьям участникам СВО помогают около двухсот волонтеров. К акции присоединились студенты и школьники, которые в преддверии Дня Защитника Отечества записывают видеообращения с поздравлениями для бойцов, а также делают открытки и отправляют их на фронт. Не переживай, контрактник. Волонтеры о Мариночке позаботятся. Ставропольский край, Ессентуки. Пенсионерка собирает бутылки. 8 апреля, 23-й год, Ессентуки. Пенсионеры роются в мусорке. Здравствуйте, бабуль. А вы что ищете, скажите, пожалуйста? Толь часа? Да. Бутылки. А для чего они вам? Потому что у нас перекрыли воду, воды нет. Они же грязные. В воду редко. Я хожу по соседям, там, боковые. А перекрыли, наверное, в вашей квартире только, да? Ну, с первого до последнего этажа, на шестого. И теперь не знаю, что делать. Вот набрала 7 бутылок вот таких и вот пью. Это не так. Просто я смотрю, у меня аж глаза слезы наливаются, как в России пенсионеры роются по мусоркам. Да. А как 90 лет, я говорю, приходит нас по всему образу жизни. И рыться по мусоркам, да? А, и рыться по мусоркам. Бабуль, вот он, хотя бы так, больше не могу. А, спасибо. Чем могу? Большое. Помогу. Вы не уважаете, ничего. Хотя бы 5-литровые бутылочки какие-то купите. А вот это бесплатная раздача продуктов. Не в Америке и не в Европе. Это обычная Турция. Привет обманутый россиянину. Привет из Турции. Раздают еду здесь в город Измир бесплатно. Булочки, йогурты. Че еще? Ну, в общем, продукты. Люди уходят с пакетами большими. В России такого, конечно, нет. Никто не дерется, никто ничего. Ничего не происходит такого. В общем, нормально все. Мирно. Геополитик поднял Россию до такого уровня, что ее теперь уже с Турцией сравнивают. В Хабаровске начали шить камуфляжное одеяло для младенцев. Три недели назад дочь Елены Дмитриевой родила сына. Папа военный, сегодня выполняет боевые задачи. Трусы маме привезти из Украины. Главная боевая задача у папы. На выписку из роддома молодой маме захотелось одеяльце соответствующей тематики. Но ничего подобного ни в одном уголке страны не было. Поэтому появилась идея создать камуфляжный конверт для малыша самостоятельно. А флягу маленькую, алюминиевую, вместо бутылочки для молока, не пришло в голову продавать, нет? Или люльку мотоциклетную вместо детской коляски. Слабовато пока с идеями. Я посмотрю, пока слабовато. За два месяца я бегала все магазины. То есть на меня смотрели, ну, как на неадекватного человека. То есть, ну, такое невозможно. И я поняла, да, возможно. Невозможно работу нормальную найти. И зарплату достойную получать. И на пенсию прожить невозможно. А дело пошить камуфляжное. Это пожалуйста. Россия. Страна возможностей.